Но едет сюда не только молодежь. Владимир Васильевичу Назарову за 50. Приехал из Сармановского района Татарии. Он сам отец и дед хлеборобы. На старости лет коммунист Назаров стал строителем. Почему вы, потомственный хлебороб, стали строителем? Услышал строиться в набережных щелнах автозавод, приехал строить его. Один? Один приехал сразу, а потом привез семьи. Кем работали? Работал в бетонщиках второго разряда, потом третьего разряда, потом бригадиром. Бетонщиков. А сейчас? А сейчас механизатором работаю. А кто еще работает у вас в семье? В семье работает жена Тамара, работает в ЖКО. Галя работает поваром, она сейчас в отпуску. Миша электриком, женился здесь. Сноха работает маляром. Шура сейчас в советской армии, был помощник эскалаторшка. Сын учится в четвертом классе. Дочь Зоя, учится в десятом классе. Зоя, кончите школу, что намерены делать? По кончению десятикласса я хочу поступить в техникум автомеханический. И потом приехать на свой завод, работать здесь. Ну а как вам живется? Сразу не больно хорошо жилось. Получили однокомнатную квартиру. Семь человек жили в однокомнатной квартире. Сейчас получили трехкомнатную квартиру уже. И купили машину ВАЗ, Жигули. Сейчас живем прекрасно. Каждое утро около отдела кадров собираются сотни людей, приехавшие строить КАМАЗ. Это, наверное, единственный отдел кадров, где есть камера хранения для приезжающих. В оперативной группе вопрос о направлении их на работу решается быстро. Люди нужны. Едут сюда по комсомольским путевкам и по собственной инициативе. Приезжают каменщики, маляры, сварщики и плотники. Но иногда попадаются охотники за длинным рублем, скачущие с места на место. Смотрите, вы с 70-го года работаете. Вот с 30 июля, июня 70-го года у вас 9 записей в трудоводстве за полтора года. Да, мне платили 110, 100 рублей платили. А я жил за 60 километров, ездили на работу. За 60 километров поездили на работу. Вообще невозможно платить. А потом вот на металлургическом заводе у вас тоже месяц. Чуть побольше месяца вы поработали и уволен по собственному делу. Два месяца не работали, даже три. В феврале 70-го года приступили к работе. Здесь через 15 дней уволены. Как вас? Почему вы за правду уволили? Почему вы прогуляли? Ну, в общем, вот так, что прогулял. А вы знаете, что у нас это грандиозная стройка? И она является особенной. Это самая судавная стройка. И мы каждого на стройку принять не можем. Принимаем тот же достойный, который могут работать. Нет, мы у нас на стройку принять не можем. Такие здесь не нужны. Кофея Аттимирова не имеет строительной специальности. Но это не так страшно. В учебном комбинате строительства за 2-3 месяца подготовят маляров, штукатуров, скварщиков. Комбинат уже дал 4 тысячам молодых людей строительную специальность. Днем и ночью бурлит стройка. Тысячи электрических огней горят в Челнинской степи, Возвещая о том, что Камские автомобильные рождаются. Решения 24-го съезда будут выполнены. В этой пятилетке Камский автомобиль выйдет на дороги страны. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ